То, как вы решите свою дальнейшую судьбу, это исключительно ваши вопросы, это, скажем так, ваша возможность. Но, пожалуйста, воспользуйтесь этим правом. Пожалуйста, придите и решите, соберитесь вместе, но проявите более изъявления. Проблема этого района и страны в целом, это то, что мои соотечественники, ваши соотечественники, сограждане, они занимают очень пассивную, скажем так, гражданскую позицию. И есть у нас такое негативное качество, у нас, у украинцев, да, что мы занимаем и занимаем, а потом, когда за нас решили, мы уже стоим в реал, подождите, меня же никто не спросил. Не ждите, что вас что-то спросит. Готовьтесь к этому сами, ищите возможности поучаствовать в этом, разбирайтесь в вопросе, объединяйтесь, советуйтесь и принимайте взвешенное решение громадой, как это и должно быть. Это мой, сейчас я вам скажу, 12-й день на должность. За 12 дней я наслушался, навиделся уже очень многое, поверьте мне. Абсолютно разное. В Сочавке я первый раз, к сожалению, холодновато, потому что я слышал, что это край очень красивых пляжей, очень красивых земель. Я знаю, что здесь есть одна очень серьезная проблема, да, это, грубо говоря, вражда постоянная за землей с Николаевской областью, которая сейчас абсолютно нахально пытается решить земельный вопрос. Ну, это та проблема, которая уже будет решаться на уровне области, и я думаю, что так или иначе, но в рамках наших полномочий мы будем подключаться к решению этого вопроса. Так вот, возвращаясь к тому, что уже, как бы, удалось увидеть, да, и что удалось выяснить, это то, что с кем бы я ни встречался, с депутатами районного совета, с главами селерады, с простыми гражданами, жителями, предпринимателями, все очень напуганы, что ли, то есть все боятся высказаться. И для меня это непонятно. Я вас очень сильно призываю высказываться максимально открыто и откровенно. Я знаю, что здесь были разные времена, на моей должности были разные люди, которые делали разные вещи. Я пришел сюда для того, чтобы власть и народ стали партнерами, для того, чтобы власть и народ больше не общались, как феодалы и вассалы, да, а для того, чтобы у нас были нормальные, здоровые отношения, сотрудничества. Для того, чтобы, если нужна помощь народу, они могли всегда прийти в кабинет чиновников, попросить и получить эту помощь. Если у власти есть нужда в помощи от граждан, то такое партнерство было бы взаимным. Я не типичный его служащий, это моя первая должность на такой должности, может, поэтому я до сих пор мыслю, что это возможно. Но пока я так мыслил, я у вас всех призываю воспользоваться этим. Я абсолютно открыт, для меня нет проблем дать кому-то личный мобильный телефон. Все знают, где мой кабинет. И хотя мой приемный день в понедельник, то вы можете приходить ко мне на протяжении всей недели. Если приходите в субботу, то я скажу другой адрес просто. Я поселился на территории поселка Коминтерновская. Я никуда не бегаю, никуда не езжу. Мне интересно жить здесь, жить среди местного населения, впитать эти проблемы и в первую очередь их решить. Я невероятно счастлив, что мы почти одновременно начинаем с Игорем Валентиновичем в этом районе нашу работу. Потому что это тоже человек в этом районе новый, хотя с точки зрения профессионализма он уже человек бывалый и опытный. И перед нами стоят задачи, которые мы намерены решать в рабочем, нормальном порядке. Поэтому я еще раз благодарю вас за, скажем так, оказываемое внимание, за то, что вы пришли. И передаю Игорю Валентиновичу слово. Призываю вас задавать вопросы после этого, если у вас есть. Добрый день, спасибо вам, что пришли. Как бы кратко о себе. В органах с 91-го года работаю. В основном работал в оперативной подготовке Лидии. Работу свою знаем, как бы сейчас немножко, как бы скажем, мы пытаемся поменять отношение людей к милиции, да, чтобы не было разных разогласий. И все-таки мы повернули друг другу лицом. Если у вас есть какие-то предложения, у кого-то какие-то жалобы, нарекания в работе милиции, пожалуйста, обращайтесь к мне. Я, в принципе, тоже принимаю ежедневно, хотя бы приемный день в понедельник. Кому нужен мой телефон, пожалуйста. С 8 до 9 до 10 вечера я на работе. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Продолжение следует...